Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 октября. Я уже сказала вам, что последний сорт, который я буду описывать, это будет денежное дерево. Но так как много новинок, о которых тоже хочется рассказать, я решила показать вам еще один сорт, который сама выращиваю нынче впервые, который не очень обычный. Я всегда говорила, что обычно зарубежные иностранные сорта я стараюсь не выращивать, но вот в этом году я обменяла по обмену, и мне в руки попался сорт Дикси Золотой Гигантский. Я посмотрела на фото, он мне очень понравился, я решила его вырастить. Хотя про него сказано, что это редкий выдающийся сорт из Америки, то есть это не наш сорт, а американский. Вот я текст читаю. Так как я его выращиваю впервые и ничего о нем не знаю... Ой, извините, придется очки пойти одеть. Я буду читать информацию, которую я взяла с сайта. Написано. Выдающийся сорт из Америки выращивается с 1930 года, успел полюбиться огородникам практически всего мира. В 16-м году на фестивале помидор в США Дикси Золотой Гигантский вошел в топ-10 наивкуснейших томатов. Стоит отметить, что вкус – одно из главных достоинств этого сорта, но далеко не единственное. Чем он хорош, мы узнаем. И вот описание сорта. Сейчас я вам быстренько пройдусь, прочитаю, а потом покажу. Помидор Дикси Золотой Гигантский является семейной реликвией из штата Кентукки. Сорт индетерминатный, среднеспелый, крупноплодный, урожайный. Он завоевывает любовь огородников своей неприхотливостью и завидной устойчивостью к болезням. Характеристики. 2 метра в высоту, крепкие, листья обычные. Помидоры бифштексного типа. Вот они там, помидорки. И вот они мои. Вот они. Они какие-то пожелтее, какие-то вот белые, такие, как вот именно на рисунке, именно бело-желтые они. Бифштексного типа. Плоскоокруглые. Плоды очень крупные. Именно, видите, написано, что они не желтые, а бело-желтые. И когда у меня вот эти помидоры стали белеть, сначала зеленые, а потом стали белеть, я думала, что они, если честно, что они выгорели на солнце. Но потом, когда подробно прочитала все статьи про него, они, оказывается, бело-желтые. Иногда желто-оранжевые с розовым бочком. Вот видите, у меня вот это вот намного белее, например, чем вот это. Вот это прям белое, вот это желтое. Но даже белые томаты, я вот разрезала, покажу вам. Когда мы открываем, внутри они ярко-ярко-желтые, даже немножко как внутри что-то с розовым. Видите, какая разница? У него снаружи он беловатый, а внутри яркая такая мякоть. И он, видите, мясистый, в средине ничего нет. Он почти весь состоит из мяса. То есть он бифштексный тип, одна мякоть. Так, вкус приятный, освежающий, сладкий, без кислоты. Присутствует выраженный помидорно-фруктовый аромат, томат мясистый. Семенные камеры мелкие, семян мало, шкурка тонкая. Вот про что я и говорила, что много мяса и мало семян. Вот здесь он даже не очень красивый на разрезе. Видите, какой у меня получился красивее. У меня вот так вот мяса действительно много. И оно такое ярко-желтое. Но так как середина октября он уже вызрел. Я вчера их только сняла. А здесь, вероятно, он еще не совсем поспел. Но тут вот он мне не очень нравится. У меня красивее. Урожайность. Дикси золотой гигантский. Считается одним из самых урожайных томатов. Даже в неблагоприятные годы. Дает один куст 3,5 килограмма. Первое соцветие над восьмым листом. Но это не очень важно. 300-400 грамм вес. Отдельные до 800. Иногда даже и до 2 килограмм. Но это, конечно, наверное, зависит от условий выращивания. И написано, что плодоносит сорт до первых осенних заморозков. Вот у меня он даже пережил 2 волны первых осенних заморозков. И я его сняла вчера. Было 10. 10 октября я его сняла. Ночью очень холодно. Но он ничего, растет. И во всех источниках, где томат дикси золотой гигантский описан более подробно, указано, что сорт не болеет, не поражается вредителями. Убедиться в этом окончательно можно, прочитав отзывы огородников с разных стран. Даже самые сложные и неблагоприятные годы этот желтоплодный красавец проявляет удивительную стойкость к различным негативным факторам. Ну, здесь вот страшненькие. Смотрите, у меня какой красавец вырос. Дикси золотой гигант. Даже лучше, чем вот тут. Тут не очень мне нравится. Часто попадаются комментарии, что даже в разносортных посадках иногда рядом с дикси томаты болеют, а он все равно остается невредимым. Изучая информацию, можно составить список недугов, которым он... Но это я не буду время ваше терять. Кто захочет посмотреть более подробно об этом сорте, прочитает. Написано, что дикси золотой гигант, как и другие желтые томаты, можно использовать для диетического детского питания. У него богатый вкус, манящий аромат, очень хороший в свежем виде. Используют для приготовления различных блюд, зимних заготовок, пригоден для заморозки. Вот этот сорт, несмотря на то, что, видите, написано, растянутый период плодоношения, крупноплодность, урожайность, отличный иммунитет, жаростойкость, плоды не растрескиваются. И действительно, вот плоды они все целенькие, смотрите, какие все. Вот у меня вообще дикси золотой красавец получился. Я для чего все так подробно говорю? Вот оказывается, иногда мы зря отбрасываем, я вот сколько, много лет не хотела, вот как принципиально не хотела ни американские, ни какие-то там другие сорта садить. Хотела только наши, сибирские, все. Но оказывается, вот сейчас в Америку я высылала девушке семена одной, у них такой же климат, там она где-то на границе с Канадой, что ли, у них такой же холодный климат. Она говорит, наши сорта вам идеально подойдут, значит и их сорта для нашего сибирского региона, наверное, тоже идеально подойдут. И вот как подтверждение этого, вырастив вот этот американский сорт дикси золотой, я действительно поразилась тому, что он такой выносливый, такой простой, неприхотливый, в то же время вкусный. Вот бифштексы, они все вкусные, они именно такие мясистые. Мало семян, смотрите, у него семян почти нет, вообще одно мясо. И сладкий, и вкусный, и урожайный, и холодостойкий. Так что и среди американцев тоже есть хорошие такие сорта. И вот этот сорт дикси золотой у меня в этом году новинка, но я хочу его похвалить, ну тоже, хотя он у меня новый, первый год. Вот, удался он у меня хорошо, удачно, никаких проблем с ним не было, ни гнилых, ни плохих, его даже, это, а, ну он высоко, поэтому его и слизни не тронули, потому что он высоко. Я даже собрала с него нынче семена, и я очень рада, что этот сорт попал мне в руки. В ходе обмена, вот, я в том году менялась, если кто-то хочет этот сорт у себя на участке вырастить, можете мне, ну вот, когда будете заказывать, можете его внести. Он у меня еще нет, его в каталоге, потому что я не знала, какой он будет, стоит ли его, не стоит оставлять. Он будет в каталоге, но если вы не дождетесь, когда я его внесу в каталог, просто пишите. Дикси золотой гигант. Все, до свидания. Прекрасный сорт. Меня поражает, сколько в нем мяса, в нем вообще одно мясо, и семян-то в нем очень-очень мало.